В Рязанской областной думе прошло заседание, на котором депутаты обсудили вопросы, касающиеся развития региона. Одна из тем – законодательная инициатива регионального парламента по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения наказания за воровство чернозёма. Правонарушения, приобретшие в силу географического положения в Рязанской области – гигантский размах. Поскольку мы находимся близко к мегаполису, к Москве, это особо актуально для нас. И вот на протяжении последних лет расширилось строительство Подмосковья, ну и, соответственно, Московская область не сильно богата чернозёмами. И все чернозёмы идут, в частности, от нас, Рязанской области, и особенно приграничных районах. Контролирующими органами выявляются многочисленные факты самовольного снятия перемещения и порчи плодородного слоя почвы. Только за 2014 год в Рязанской области общая сумма ущерба по данному вопросу в совокупности составила около 150 миллионов рублей. Общая площадь разграбленных земель в период с 2012 по 2014 год составила около 30 гектаров. А испорченного плодородного слоя около 410 гектаров. В настоящее время административное законодательство предусматривает за данное нарушение штраф на физических лиц в размере от 3000 рублей, а на юридических от 50 тысяч. В то время как один КАМАЗ чернозёма оценивается примерно в 30-40 тысяч рублей. Депутаты фракции «Единой России» в Облдуме выступили с инициативой об ужесточении наказания за воровство чернозёма. Мы уже обращались ужесточить. И вот сейчас повторно это делаем. Мы будем просить, выезжая на комитет в Государственную Думу, расскажем ситуацию. Просто мириться с этим уже нельзя. Кроме увеличения суммы административных штрафов, депутаты в качестве наказания предлагают применять также конфискацию техники, используемой для незаконного снятия и транспортировки плодородного слоя почвы. По их мнению, такие поправки помогут серьёзно препятствовать нелегальному бизнесу.